Здравствуйте, в эфире программа «Свои пять копеек». Её ведущий Константин Кропенев, исполнительный директор компании «Арлофинанс». Добрый день. Человек, который занимается инвестициями более 20 лет. Я, Ольга Болезина, журналист. Программа наша про деньги, накопления, сбережения, про капиталы. И сегодня гость нашей студии, бывший мультимиллионер, теперь хлебоперка, офцовод Герман Стерников. Тебя нищий, как церковная крыса, эксперт по финансам. И кировский предприниматель Вадим Шарихов. Нужно оговориться, что программа наша выходит в записи по независимым от нас причинам. Так что мы никого не сможем пригласить на вашу встречу, ради которой вы в Киров, собственно, приехали. Не расстраивайтесь, не казните себя. Всё хорошо. Герман Львович, хотелось бы начать с того, что вы уже были в нашей студии несколько лет назад. Здесь речь шла о неких бизнес-проектах, которые вы хотели совместно с местными предпринимателями начинать. Что-то получилось в итоге? Да, всё получилось. То, что мы предлагали, чем заниматься, какие схемы выстраивали. Сейчас этим занимаются главы государств. Китая, Россия, Бразилия, Ирана. Это связано с золотым стандартом. Это связано с заменой финансовой системы, ориентированной на доллары, на ФРС США, на альтернативные расчёты, которые выстраивают сейчас между странами, прежде всего, БРИКС. А в Кировской области это каким образом функционирует? В Кировской области никаким образом не функционирует. Это было ориентировано на межгосударственные расчёты. Мы хотели сделать ещё внутри российский расчёт альтернативный, кроме межгосударственных. И для этого подали документы на регистрацию золотой биржи, для того, чтобы золотой стандарт в виде золотых монет и серебряных монет работал внутри России в качестве альтернативных бумажным электронным деньгам расчётной системы. Но нам категорически отказали в лицензии. Миловидов тогда возглавлял ФСФР, сказал, что только через мой труп была понятна политическая составляющая ответа, и мы закрылись. Я обанкротил РТЦ, потому что я был кредитором РТЦ. Это моя компания, я её обанкротил и закрыл. И сейчас этим занимаются главы государства. Это вы говорите о том проекте, который вы делали в 2009-2010 годах? В 2008-2012 годах. Довольно часто вы в своих интервью говорите о роли золота, так скажем, в экономике. А вообще для вас золото что-то значит? Или только это средство расчёта? Только средство расчёта. Больше ничего. Ну а почему? Приятно иметь в кармане всегда пару-тройку золотых монет, для того, чтобы можно было рассчитаться в случае обрушения рубля или доллара. То есть, у нас сейчас показывают такую монету. Ну, посмотрите, как приятно рассчитываться настоящими деньгами. Ну, с другой стороны, если мы говорим о каких-то межгосударственных расчётов золота, то это, скорее всего, какие-то производные золота, то есть это какие-то расписки, то есть какое-то так называемое безналичное золото. И это уже тогда совершенно другое. Нет, нет, нет. Если это безналичное золото, это превращается на следующем этапе в очередной ФРС США или ФРС России или ФРС Китая, неважно. То есть появляется то же самое. То есть это убитый дракон, богатырём и богатыря отрастают зубы, шея, он покрывает чешуё и становится всё то же самое. Как только бумага заменяет золото и серебро, и тем более электронные деньги, сразу всё прекращается. А, кстати, по электронным деньгам, как вы относитесь к биткоинам? Ну, как к обычной афере, какая разница, доллары, биткоины, юани, бумажные, это разницы нет, это виртуальные деньги, которые имитируются в определённом центре группы аферистов. И поэтому там вот человек, который сидит на сервере, который производит на свет эти биткоины, он сколько там клавиш нажмёт, столько биткоинов и будет. А вы будете продавать за эти биткоины свою нефть, своих женщин, свои богатства, свою землю. Зачем нам это надо? Деньги должны быть ограничены. Биткоины, всё прочее, не ограничены в производстве. Сколько хочешь, биткоинов появится. Герман, я тут немножко как бы не согласен, то есть существует определённая технология, так называемая битчейна, и она, наоборот, позволяет полностью контролировать все денежные деньги. Да нельзя ничего проконтролировать. Я вас умоляю, все рассказы про то, что нас все проконтролируют, это разводилово. Всегда, если деньги виртуальны, если они ничего не стоят сами по себе, если это просто образ, то все рассказы о контроле, это в пользу бедных, обман. Это нам рассказывали про тот же доллар, что он контролироваться будет, сколько будет производиться, когда отказались на Ямайской конференции от гарантии в золоте, и номинации в золоте. Это всегда нам рассказывают о всеобщем контроле, и всегда заканчивается обманом. Бумажные деньги – это разводка, электронные деньги – это разводка. Это всегда обман теми всех остальных, кто контролирует центр имитирования этих денег. А хлеб может быть валютой? Хлеб может быть валютой. Когда жрать вообще нечего, тогда можно за хлеб покупать, что хочешь. Но это короткие промежутки времени, типа блокадного Ленинграда. Тогда за хлеб можно было покупать Рембрандта. Но это очень локально, и по времени мало действует. Герман, а у вас еще был проект как раз в прошлом кризисе, в 2008 году? И потом, извините, в блокадном Ленинграде был настоящий хлеб, а тот хлеб, вот этот вот хлебозаменитель, который продается в ваших магазинах, он не может быть валютой, и даже свиней нельзя им кормить, потому что мясо отравленное свиней потом. А? Попробовали уже этот кировский хлеб, ну или вообще... Да нет, что же, дурак, что ли. У меня с собой всегда свой хлеб, и мы берем хлеб бездорожжевой, из русской печки, на своем зерне, на своей муке, которую у нас производят в Солободе. И так вот ездим со своим хлебом по стране, потому что в стране хлеба настоящего купить невозможно. Но, может, там ничего такого не может быть. Я специалист в этом вопросе. Такого не может быть. Вот мы сегодня заходили в вашу пекарню, и спрашивали, бездорожжевой есть? Они говорят, бездорожжевой есть. А зерно где берете? Не знаем. А мука откуда? Не знаем. Ну, все понятно, до свидания. Герман, вы же приехали из Владимира, насколько я знаю, буквально несколько дней назад. Я там был тоже летом, там продают хороший бездорожевой хлеб, в Баголюбском монастыре не пробовали. Ну, а вы узнавали, откуда, опять же, зерно и мука? Откуда вы узнаете, хороший он или его нельзя давать собакам? Или вы нас его верите всем? Вы как джентльмен. Но, к сожалению, приходится верить. Ну, тогда соболезнование. Тогда вы обречены на то, что вас будут травить, как крысу в разных местах. Потому что все говорят, что у нас самые лучшие, самые настоящие. Сейчас уже дураков нет, все уже говорят правильные слова. Ну, вы вот хлебом и домашним хозяйством, натуральным занимаетесь больше 10 лет, после того, как жизнь заставила, да, уйти в деревню. Ну, как я понимаю, предпринимательской составляющей все-таки не отказались в этом. А вот что можно добавить, кстати говоря, господин Шарипов по поводу золота, вот чтобы закончить этот разговор, вот эту часть, потому что поступили возражения. Вот ваше мнение на предмет золота, на как произошла эволюция золотых дел за последние годы, как вы считаете? Последнее обсуждение состоялось лет 5 или 7 назад. Я помню, что именно в это время речь была все так же из года в год в десятилетие о переводе эквиваленток в золото. Но на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, во-первых, золотоволитные резервы Российской Федерации, они несколько раз увеличились, то есть, во-вторых, если я правильно понимаю, Владимир Владимирович Путин высказал мысль относительно того, что нужно выходить из ВТО и конвертировать все операции, привязывая ее в голову. То есть, если я правильно все-таки все понимаю, то вот, что называется, нет порока в своем Отечестве. На сегодняшний день наше правительство к этому пришло. Вы все об этом знаете, да? Причем почему? Потому что золотоволитный запас страны должен быть самым большим. Я думаю, что есть планы относительно того, чтобы именно отсюда начать точку отсчета и изменения финансового системы, планированного в мире, с Россией в том числе. Но Багир, золото само по себе не может генерировать какой-то доход. А почему именно золото, а не нефть, к примеру? А вы как будете, стаканы нефти в кармане таскать? Или как рассчитываться? С бочками. С бочками? Я посмотрю на вас с бочкой нефти на горбу. Кость, вот кто угодно, другого не ответит на вопрос, но ты точно знаешь, во сколько у вас за валютные запасы, Российская Федерация запасов не будет? Но они действительно возросли. На сколько? По-моему, порядка 20 тонн. Да вы что? Какие 20 тонн? Измеряется в тысячах тонн, а не в тоннах. Эксперт вы наш, драгоценный. Благодаря Путину Владимиру Владимировичу наши золотые, не золотовалютные, а золотые запасы выросли на тысячи тонн. И скупается золото не только все, которое добывается в России, остается оно теперь в России, они отправляются через кредит-свист в Швейцарию, это был такой отстойник, как называемый золотой банк. Остается, во-первых, здесь, а во-вторых, скупается за рубежом еще, где только можно, начиная от Гана и кончая Индонезии. И это делают люди Путина. И они собирают это богатство уже не на Мальтах и на Сейшелах, а у нас в стране, в Москве, в наших погребах и в наших подвалах лежит наше золото. И это и есть тот задел, который создается для финансовой независимости России. А когда нам говорят про биткоины, про доллары, про любые другие фантики электронные или бумажные, нам говорят о новом рабстве России у других аферистов, которые сидят в разных странах мира. Хорошо, давайте все же поближе... А подождите, а вот, Герман, у вас кусочек этого богатства в руках, что вы на него можете сегодня купить, как вы им пользуетесь, вот уже сейчас? Да чего угодно могу купить на этот. На золото оно всегда в цене. Чего хочешь? Вот, нету денег. Подойду. Да что я, дурак, что ли, телефон покупать? Я уже пять лет без телефона живу. Телефоны для идиотов. Ну вот подойду к Багиру и скажу, Багир, слушай, у меня тут бумажные деньги кончились, мне нужно прикупить. И дальше я говорю фразу, что мне надо прикупить, он тут же мне, как умный человек, берет у меня настоящее нержавеющее золото и купит мне на свои бумажные деньги, чего угодно делал. А эквивалент вот этой одной монеты, допустим, в каких-то товарах, это что, сколько? Это маленький домик построить у меня на крестьянском хозяйстве можно на этой монете. На самом деле золото ведь ограничено достаточное количество в выходе со стороны относительно той же любого валюты, которую можно напечатать, что активно очень делают сейчас последние страны. Да, все страны работают за страны. Это значит, что никаких пузырей экономические, никакого злоупотребления, финансов на финансах на валютных рынках крайне больно. И все будет иметь свою золотую цену. Вы даже знаете, как это характеризовал. Я думаю, что подобное выражение в ближайшее время будут с легкостью заменять политики, говорят, железный занавес, а в моем представлении это золотой щит нашей страны, который сможет оградить от губительных факторов внешнего воздействия, таких как полюбания валютных рынков, цены на нефть и так далее. Вот в этом смысле, я думаю, что это знаковое событие. Вот браво, Багир, это прекрасная формулировка. Нужно называть не железным занавесом тот занавес, который нужен России, а золотой занавес. Золотой щит. Золотой щит, который защитит все наше население от дальнейшего ограбления со всего мира всеми халявщиками из Европы, Америки и других стран. А вы бы, Герлот, взяли бы сейчас этот золотой герман, если бы ему что-то нужно было? Я? Ну, сейчас, да, сегодня. Ну, для меня, мягко говоря, почему нет? Ну, для меня ценности, они несколько иные. Это питье богатства, ну, что называется, не на этой земле. Ну, раз это то, что позволяет иметь твердую, стабильную стоимость, более того, стабильный прирост, ну, потому что золото за последнее время, вот, Константин, я соврать, значительно увеличилось в цене, я не про электронное золото говорю, а про фактическое, и поскольку его сейчас... Его купить нельзя. ...накапливает наш центральный банк по поручению нашего президента, ну, конечно, взял бы кусочек нашей страны, кусочек золотого щита нашей страны себе. И потом, это неудачный вопрос, на самом деле, у Ленкова, потому что ещё не введено золото и серебро в качестве расчётов, поэтому сейчас оно нужно только как сувениры, только как, может быть, какое-то накопление, как элемент сокровища. И зачем сокровище Багиру? Это деловой человек, он оперирует постоянно какими-то материальными ресурсами для того, чтобы производить новые материальные ресурсы. И поэтому, как сокровище, оно ему не очень интересно. Поэтому, как бы, ну, можно взять, можно не взять. А если бы это были деньги, если бы уже мы отменили всю эту хрень бумажную и электронную и начали рассчитываться золотым и серебром, Багирус сказал, да, конечно, кому не нужны деньги. Тогда это деньги, а оно нужно всем. Потому что деньги нужны всем и всегда. А пока это не деньги, это любители. Вы говорите, ресурсы, они достаточно условны, те, которыми оперирует современный бизнес. А более стабильны и фундаментально, наверное, вот что-то, о чём, что несёт в жизни сегодняшний день Герман. Да, это земля, матушка, которая родит, так сказать, и которая у нас растет. Это тоже, если принят общий мировой стандарт золота, это та же, так сказать, ну, мягко говоря, недвижимость в каком-то виде, только не в бумажном виде, там, свидетельственного права собственности, а то, что позволяет нам обеспечивать хлеб, кров. Поэтому, да, вот, всё-таки эти ценности, они более весомые, на мой взгляд. Если не говорить о духовных, которым вообще нет... Да, это мы говорим не на животном уровне, а на материальном. Вот на материальном уровне очень хорошо, когда людей не обманывают, когда им платят. Потому что люди планируют какие-то расходы потом, во что-то вкладывают. Ну, допустим, крестьяне хотят что-то построить, коров закупить, там, считают это дело. Потом раз, обесцениваются бумажные деньги. И всё, все разорились, все отдыхают. О-о-о-о, следите за руками, все разорились. А когда, извините, речь идёт о золоте и серебре, люди могут планировать надолго. Люди уверены в этих деньгах. Потому что они никогда в истории человечества не обесценивались. Вообще никогда не было такого случая в истории человечества, что обесценивало их золото. Кольщик, кстати, а сколько сейчас стоит золото в валютном, мы говорим, считается, либо в бюлёвом? 1300. Ненастоящее золото, подчёркиваю. Это неточный вопрос. Слышат, но рядышком там с валютами, с корзиной или... В 2010 году у нас стоило 1900. Слушайте, вы неправильно задаёте друг другу вопрос и неправильно отвечаете. Вы говорите, сколько стоит ржавеющее золото или электронный эквивалент золота? Вы говорите, 1300 стоит ржавеющая эта хрень или электронный эквивалент? Потому что настоящего золота в продаже нет. Его нет в продаже. Потому что все монетки, которые продаются в Сбербанках и так далее, они ржавеют. Они всем хороши. Они на плотность подходят по золоту, по весу, другим характеристикам. Но у них есть один минус. Они ржавеют. А вот это? Это не ржавеет. Это настоящее золото. И поэтому это совершенно другая цена. И этой цены на рынке нет. На рынке не существует цены золота, потому что золота на рынке нет в продаже. А то золото, которое получают от добывающих компаний банки, оно забирается как у рабов за бесцены. Вот по цене электронного и ржавеющего золота в виде самородков и песка забирают банки и только банки могут забирать уполномоченные по нашему законодательству. То есть это бесплатно добывающих рабов забирают золото. И когда говорят сколько стоит золото? 1300 за унцию. Идите-ка купите вот такую монетку за 1300. Вас любой нахрен пошлет. Потому что оно не ржавеет. Я был в этом году в Стамбуле, то есть для нас, да, для России там торговля золотами является экзодикой. Но допустим в этой же Турции там в любом обменнике там как у нас продаются евро и доллар там также есть пятировки на золото. Я так понимаю это во многих сторонах. Это ржавеющее золото. Сейчас во всем мире те инвестиционные монеты которые производятся это ржавеющее золото заменитель. Как у вас хлебозаменитель в магазинах, так во всем мире сейчас золото заменитель. Для лохов покупателей. Не в Турции в первую очередь. А как потребители это будут определять качество золота по двум монеткам? Да ему не надо потреблять. Если у потребителя нормально все с головой он не будет в банках покупать подделки. Понимаете? А если у потребителя не образован то его разведут и кинут. Он кинут и купит ржавеющее золото. Герман, хорошо у вас золото хорошее. Но могут оказаться и другие у которых золото плохое. И как простой потребитель как простая крестерская женщина будет для того чтобы определить нужно во первых посмотреть по цвету. То есть когда взгляд наметан вот я могу по цвету определить монету. Золото заменитель отличается. У него в 999 пробы медный оттенок. И внешне это видно. Если у тебя взгляд уже на тысячах монет набит. А второе если взгляд не набит берешь монетку кидаешь в грязь на пару дней. Потом достаешь и смотришь есть патина или нет. Вот и все. Все определение. Что еще может быть эталоном? Скажи пожалуйста к которому соотноситься? Да он же сказал ведро с нефтью он с ним будет ходить и расплачиваться. Разливать по стакану. Вот такие идеи у современных экономистов. То есть они на полном серьезе это несут вообще в массу. Я просто в качестве некого примера не знаю. Хороший пример. Отличный. Герман, получается все-таки ваше хозяйство оно не пользуется вот в своих экономических расчетах золотом пока там все-таки не знаю рубли, доллары что у вас? Нет, у нас по желанию сотрудники получают наши работники получают золото если хотят. Но... Много желающих? Нет, желающих немного. У нас получают иногда по одной-двое монетки именно по той же причине это пока не деньги. А людям нужны деньги на расходы. У нас все-таки получают не сотни там тысяч в месяц а 60-70 тысяч рублей и поэтому им лучше взять деньгами они это тратят довольно активно там дети и прочее. Поэтому оно сейчас не нужно. Мы бы предлагаем это вести в качестве расчетов тогда оно будет нужно всем. И говорят а как же количество золота ограничено? Самое большое достоинство и необходимые условия характеристика денег чтобы они были ограничены. Если они не ограничены в производстве то это обманы людей это постоянная инфляция. Вот что мы и наблюдаем сейчас в России. Давайте вернемся немножко к нашему региону Кировской области. Все же Кировская область она относится к зоне рискованного земледелия. Как вы считаете? Да это обман все. Это вот такая туфтень полная. Зона рискованного земледелия. Зону называют обычно зону рискованного сельского хозяйства. Правильно? Да. А сельское хозяйство состоит не только из растениеводства а из скотоводства. И скотоводство у вас абсолютно не рискованное. Он разводить скотину и продавать в те регионы, где чернозем, где в основном сеют, а не скотину разводят естественным образом. Запустим, Краснодарский край. У вас тут тучные стада быков, коров, лошадей, овец и коз, а у них растениеводство. Идет взаимозамещение. Нет никакого риска. У вас идеальные условия для скотина. Мега идеальные. А мега идеальные только для лета. А зимой? Да и зимой то же самое. Зимой скотина есть скотина, которая копытит, а есть скотина, которую надо кормить сеном. Для этого есть покосы. Люди косят, и веку так было, и зимой кормят скотину сеном. И все отлично. И скотина активно плодится. И скотина настолько сейчас в цене, мясо настолько в цене, особенно натуральное мясо, что в вашем продаже мяса, в России из Кировской области может быть вообще кировским брендом. Мясо-святки. Но вот наши животноводы, они полтора миллиарда рублей субсидий в год. Ваши животноводы отравители. Отравители. Субсидии точно животноводы? Но как-то в политических кругах это не откладывается. У меня прямая версия. Я считаю, что не более 20-30% остается в деле. А все остальное, так говоря, выходит на нужды политикой. Но по крайней мере номинально это преподносится к таким образом. Им вообще не надо денег давать. Я вот как крестьянин хочу сказать. Надо, чтобы все оставляли себе политики. Все эти деньги. Потому что делают эти гады животноводы современные. Они колют скотину по требованию ветеринаров. Вкалывают им страшные болезни прививками. Это называется прививки болезней. Они их кормят гормонами, чтобы они быстрее росли. Они дают инсулиновые добавки, чтобы они меньше болели. И вот это отравленное мясо продают вам и вашим детям. И вас травят. И вы болеете раками, диабетами и всеми прочими страшными болезнями. Они учат так, как научили в Америке, в Европе и в Китае. Проклятые ученые. И этим животноводам не то, что денег нельзя давать. Их надо разгонять поганой метлой. Надо создавать десятки тысяч крестьянских хозяйств, где понемногу скотина разводят. И где категорически запрещен вход ветеринару на территорию. скотину не надо лечить. Скотина, если заболела, ее надо сразу зарезать и отдать собакам мясо. Если скотину лечат, из поколения в поколение особенно, да еще всякой химии, то каждое следующее поколение вырастает уже мутированной, отравленной скотиной. Ее есть нельзя. Скотина, если заболевает, ее нужно тут же изолировать от стада и зарезать. А будет ли рентабельным тогда? Ну, конечно, это мега рентабельно, потому что именно настоящее мясо востребовано, а не это параша, которое продается в магазинах. И оно дороже, значит. А людям и не нужны деньги. Людям, которых... Да им не надо, дорогая, им надо землю дать, им надо стройматериалы дать, и у них будет бесплатное мясо, они вам его будут продавать. У кого нет бабла, тому надо работать. А не халявщиками выть, что у них нет денег на натуральное мясо, и покупать парашу для своих детей. Им надо дать землю и стройматериалы. Вся кировская область пустая. Почему не дают землю? Потому что она никому не нужна. Потому что люди не хотят переезжать с городов. Создайте соответствующие условия в городах. Чтобы вам, бездельникам, тут невозможно было жить. Чтобы ЖКК было в 10 раз дороже, чтобы экономистов эти, которые ведрами предлагают бензином рассчитываться, не было работы. Разгонять нахрен эти фирмы. А платить, вон Собянин правильно делает, платить за парковки, бешеные деньги, эвакуаторы, машины убирать, бензин, чтобы 20 раз дороже был. И рассосутся отсюда люди, работы потеряют. Закрыть газеты этих, радиостанций побольше. И всех в полях. И там мясо в полях бесплатное, дармовое. Там скотина плодится безо всяких денег. Сколько хочешь, режь и ешь. А вы хотите на халяву получать натуральное мясо. Так не прокатит. Ну, все равно ухаживаются там, да. Что? Ухаживать? Ну, ты женщина, ты уж ухаживаешь. Это прекрасно. Герман, вопрос. А сколько нужно денег, чтобы поднять, подстроить нормальное хозяйство? Да, по большому счету, если без государства, то деньги нужны. Если государство помогает с землей, строя материалами, деньги практически не нужны. Любой человек, имеющий квартиру в городе, в Кирове, может сделать нормальное крестьянское хозяйство, продав эту квартиру. Но я так понимаю, что землю в Кировской области можно получить практически бесплатно. У нас общественный комитет по расселению мегаполисов, который создан около года назад. Вот приехал сейчас Киров Павел Новик, возглавляет который комитет. Он раздает всем по 50 га земли во всей Центральной России. Из Кировской области уже есть контакты с районами отдельными, надо налаживать контакт с губернатором. И с удовольствием власти, когда люди просят у них землю, по всей стране сейчас с удовольствием дают землю. Вот Трутник предлагает по одному га на Дальнем Востоке. Пусть Белых предлагает по 50 га в Кировской области. Как вы думаете, кто выиграет в конкуренции тогда, Белых или Трутник? А как вы думаете, Белых согласится? А куда ему эта земля-то, она зарастает чепыжником, полмиллиона га. Ему куда ее, солить что ли? Она ему на хрена. А желающих много будет? Ну, попробуйте. А так вы попробуйте. Драгоценными. Оленька, так вы пробовали, сколько желающих-то будет. Вы кому предлагали по 50 га даром? Никому никто не предлагал. Предложите. Герман, я видел просто в одной из ваших групп, которые организуют семинар, там было предложение по полторы тысячи гектар, по-моему, в Советском районе. Буквально. Вполне возможно, да. Да, правильно, в Кировской области, да, 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 было в Кировской области, да. Но я скажу, я думаю, скорее всего, вот эти, полненедавно было объявление, еще неизвестно. Скажите, там очень хорошие ребята у вас здесь, в Кировской области. У вас вообще есть очень крепкие ребята, которые создают хорошее хозяйство, мы их знаем уже. И этих людей увеличивается количество, бывшие горожане, бизнесмены, программисты, они переезжают и создают свое крестьянское хозяйство. Здесь можно купить нормальный хлеб. Да, да, этот ручеек уже есть. Этот ручеек уже есть и в Кировской области. Надо превратить это в полноводную реку. Это зависит от СМИ и от властей. Это зависит от вас. Создайте эти условия, и люди поедут. Они поедут, по большому счету, обратно на землю. Они же оттуда и приехали. Они откуда взялись-то в города? Их как пылесосом высосало телевидение в города. С детства показывали разные фильмы про электроника, танцы-фиганцы, спорт, чемпионаты. И дети подрастали, бежали в города за красивой жизнью. Сейчас надо обратно это все выплевывать. Этих дурачков, которые сюда понабились. И здесь губят свою жизнь и жизнь уже своих детей. А по-моему, программа уже писала, как раз в этой же теме и работает по получению Германа. Поскольку реально выдавливает жителей мегаполиса именно когда-нибудь. Чем хуже мегаполис сейчас жить, тем лучше. Это однозначно. Герман, у меня вот еще такой вопрос от одного из ваших, так скажем, поклонников. Лучше бы поклонниц. Он тоже собирается переехать в деревню. И в некоторых интервью вы все же говорите, что вы не платите налогов. Ну, либо как-то отчасти. И вот эта тема немножко волнует в плане того, что вам это каким-то образом сходит с рук. А он этого боится конкретно. Да что он боится? Не надо бояться. Мужик вообще бояться не должен. Мужик должен думать головой. Ну, смотри. Ну, вот все же очень технологично в мире. Вот и получает он землю. Допустим, 50 градусов. Или там 30, не важно. Огораживает 2 гектара забором. Туда, там строит дом и запускает кавказских овчаров. Приходит даже какой-то сумасшедший с налоговой. Ну, это только сумасшедший может прийти. Ну, пришел, нашелся в налоговую сумасшедший. Приходит, начинает от забора кричать. Эй, это из налоговой! Обратно. Эй, есть кто-нибудь, это из налоговой! Ну, сколько раз он будет приходить? Это же не просто добраться до наших хозяйств. Он кроме собак вот такого размера никого не увидит никогда. Тот же самый ветеринар и прочие вымогатели. Но с другой стороны он лишается государственной пенсии. Да нахрен она нужна? Пенсии это для другого быдла. И все лишаются пенсии. Все пенсии на каждом покорении разводят очередное покорение. На деньги. То есть все получают гроши. Дураки работают, работают, платят пенсионные накопления, идиоты. И получают во! Как в старости. И вы нам еще впариваете про пенсии. Как про ведро с бензином, там с нефтью, которая расплачивается над этим. И финансисты наши драгоценные. Это разводка все. Как и бумажные деньги, и биткоин, и пенсии. Это такая же разводка. Для лохов. Благо лохов миллионы. В старости на что же это стоит? На детей. Не убивать детей абортами и жить на детей. Если есть детки, и тем более внуки, ты старик всегда в шоколаде. Воспитай их правильно, чтобы они в труде воспитывались на крестьянском хозяйстве. И ты не то, что в старости. Вот мне еще 50 нету. Я уже отдыхаю, у меня четверо сыновей выросли. Они вот сейчас газуют на хозяйство, а я тут в Кирове интервью даю. Это когда у вас такой план созрел? Это автоматически. При наличии красивой жены он зреет практически автоматически этот план. То есть срабатывает автоматикой. Главное не убивать детей абортами. И тогда пенсия гарантирована. Пенсии это дети. А пенсии для тех, кто убивал своих детей абортами, это пенсионный фонд. Который их будет обманывать и законно, и справедливо. Все че, по-честному. Костя, у меня к тебе вопрос. Про пенсионный фонд. Куда сейчас забрали, по-моему, какие-то инновации, либо какой-то там опять маневр, часть пенсионных накоплений? А давайте потом после передачи... Да, конечно. А у меня тогда еще вопрос. Ну, поскольку я патриот живу здесь 15 лет, и меня беспокоит реально экономическое и прочее. И культурная, может быть, авиатская жизнь. Есть у нас золото? Ну, вот мы говорим о золоте. Я знаю, что у наших соседей есть нефть, газ, ну, везде. Пермь, Нижний Новгород, Экоми, а у нас нефть. И насколько мне известно, мы разведаны процентом на 30, относительно у наших соседей. А почему мы недоразведаны? И вот, может быть, действительно, нефть не нефть, хотя она есть везде, но может, золотишка есть? Нефть у нас точно есть, просто ее не совсем выгодно. Это говорят, что она тяжелая, да, это так говорят. Но на самом деле... Слушайте, это хорошо, что у вас не добавят нефти, это большой плюс, а то быстрее бы уходила вода на место нефти. И так, вятка у вас уже нет практически, реки вятки. А может, золото есть? Да, вот золото, смотрите, вот ключевой момент по поводу золота. Золото очень хорошо добывать. Но его нельзя добывать, это преступление против природы человека и современными средствами. То есть, когда уничтожается все вокруг, огромными бульдозерами этими японскими и так далее. То есть, ничего от природы, от рек, от ручьев, ничего не остается. Надо, у нас же сейчас масса народа остается без работы. Зачем нам добывать золото бульдозерами, которые, кажется, стоят по 2 миллиона долларов, когда можно дать решетом руки и лопату любому желающему, дать ему лицензию, иди добывай, как 200 лет назад добывали. И он будет платить налог государству и добывать все золото. И пускай будет их 10 тысяч этих золотоискателей в вашем крае. Пускай ищут. А что такое искать золото? Это мыть его и копать его. Или жила, или песок в ручьях. А если вы найдете? Ну, вернуться обратно, ничего страшного. Вон, погуляют, отдохнут, вернуться обратно. Знаете, золотоискать с такой делом гарантии нет, что найдет, кто нет. Важно дать людям возможность это делать. Зачем людям запрещают это делать? Японским экскаваторам разрешают это делать? Отдельно взятому человеку с решетом, ситом, запрещают. Какой от него вред от человека? От техники? Классальный вред. От драк этих, которые устанавливаются на реках. Реки убиваются, рыба убивается, все убивается. Дают разрешение. А людям ситом в лес нельзя пойти попробовать намыть золото. Это что за дурь такая? Это какая сволочь эта придумала? Экономисты с финансистами? Или кто? Чтоб бабла побольше намывать. Герман, давайте немножко еще про инвестиции. В ряде интервью Вы говорили про Ваши инвестиции в мед. Что у Вас там такие серьезные запасы меда. От десятков до сотен тонн меда. То есть это действительно Вы это расцените как некую инвестицию? У нас было 90 тонн меда. Мы купили его, когда наступил кризис 2008 года. Это дети у меня старшие уложили, Арсений, но тогда я был подростком. И он вложил свои заработанные деньги на строительство и в мед. И за это время он продал этот мед. Он получил 600% прибыли числа в валюте. 600%. Это ребенок. Он не портится этот мед? Он не портится никогда мед. Мед в египетских пирамидах находят мед и едят. А в магазинах? В магазинах у Вас не мед. А медозаменитель. У Вас в магазинах все подделка. Потому что сети современные предполагают долгий срок логистики. А это значит, что товар должен долго не портиться. А любой натуральный товар скоро портящийся. Понимаете? И поэтому сейчас вот забывая о меде, все товары у Вас, которые есть в магазине, они должны долго не портиться, и поэтому обрабатывают всякой химией и так далее. С медом немного другая история. Мед натуральный не портится вообще, но его нельзя разливать в баночки. А магазин в сети требует, чтобы он был расфасован в разную тару. И поэтому его надо расплавлять. И его расплавляют, и он теряет свои свойства. То есть он становится жидким. И его портят таким образом мед. И поэтому у Вас медозаменители стоят в магазине. Это во-первых. Во-вторых, если подробно отвечать на тему меда, у нас создан Центр возрождения натурального пчеловодства, моим сыном Сергием. И там множество сейчас народа со всей страны приезжает. Из Кирова тоже там идет обучение у нас. Тут все благотворительно. И поэтому я как бы в теме с медом. А второе, тот мед, который скупается у большинства пчеловодов в стране, это мед отравленный. Отравленный сахаром. И сахар это химия, чтобы вы знали, если вы не знаете. Отравленный всякими добавками. Пчелы отравлены лекарствами химическими. Сами пчелы редко натуральные. Это, как правило, мутанты сейчас, которые изобретены в научно-исследовательских институтах по пчеловодству. И из-за рубежа завезены. То есть это вообще не мед, это дерьмо. И вот это дерьмо еще расплавляют, и Вы это едите в магазины. У настоящих, у честных пчеловодов их надо знать. А вообще для того, чтобы были такие отдельные магазины, нужно создавать альтернативный рынок. У Вас есть рынок отравленных продуктов по стране. Вот рынок продукции в стране, который сейчас есть, это рынок отравленных продуктов или обработанных химии. Ну да, мать зерна, да, я не знаю ничего. А надо создавать отдельный рынок, в котором не огромные там Ашаны и Глобус Гурме, а маленькие магазинчики, в которые каждый день приезжают скоропортищие продукты. Это другая ценовая политика, это другой потребитель, это другая логистика, это другое производство, это вообще другие продукты. И этого рынка пока не существует. Вы говорите, где брать? Сейчас кто где может, тот там и берет. Вот со мной, к примеру, кто-то знакомится, говорит, ой, Герман, давай у тебя мед будут покупать. Вот. Но это не системно, это кто как договорится. А системно делать, это значит, у каждого города, допустим, у Кирова, надо делать оптовую базу именно для натуральных продуктов. Это, еще раз говорю, другие цены и все другое. Там другой тип хранения, потому что там не может быть элеватора, там не может быть химической обработки в элеваторе, там надо строить амбары, там надо ставить погреба, ледники, там храниться все должно в естественных условиях, от рыбы до мяса. То есть это вообще другая история. Так как было 200, 500, 1000, 2000 лет назад, так всегда было. У каждого города были такие склады, куда крестьяне свозили свою продукцию, оттуда развозили уже торговцы по маленьким магазинам. Своими скромными доходами не потянули ни мед, ни хлеба. Я же вам еще раз говорю, Оль, вы опять забыли, что я говорил. Тогда вы выезжаете с мужем сами, трудитесь и все получаете даром. И все. Либо у человека есть бабло, и он покупает дорого, либо у него денег нет, он все получает даром, но надо трудиться. А не трудиться и получать натуральный продукт, такого не бывает. Ну, погодите, я тружусь. Где? Здесь. Да перестаньте вы, Господи, поймите. Я вам говорю про труд, а вы про радио. Это бла-бла-бла-бла. Германия, все получают, бывает, но это во власти. Да, нет, если деньги у вас есть, то пожалуйста, если вам тут платят столько. А если не платят, то это в пользу бедных разговоров. Если вам мало платят, денег нет на натуральный продукт. И вы вынуждены своего ребенка, вы лишь любите своих детей? Нет пока. Нет пока, но будут. Вы будете вынуждены травить их отраву из магазинов. Что за любовь к детям такая? Вы будете понимать, что вы их обрекаете на раки, диабеты, аллергии и так далее, и будете говорить, я люблю своих детей. Да это не мать, а выродок, которые понимают, что их травят, и не уезжают из города, и не заводят свое крестьянское хозяйство. Ну, конечно, с мужем. Без мужа это сложно. Ну, мне понравилась идея приглашения в Кировскую область для того, чтобы заселить, ну, у нас же оттоп, вы же знаете, какой достаточно серьезный, и денег, и людей, а просто раздавать землю, да. Наверное, мне ее еще слышат и поддержат, это идея с большим удовольствием. Я вам говорю, отлично, на труд не может сыграть, потому что мы вот объявили уже, общественный комитет про селение мегаполисов, что предлагают вам по одному гектару на Дальнем Востоке, а мы предлагаем по Центральной России, по 50 гай, тоже даром. Айда к нам лучше с Дальнего Востока. Давайте посмотрим, кто куда поедет, русские на Дальний Восток или с Дальнего Востока к нам. На 50 гектарах прервемся на рекламу. Это программа «Свои пять копеек». У нас сегодня в студии бывший мультимиллионер Герман Стерлигов, предприниматель Магир Шарифов, ведущий Константин Крупин и я, Ольга Борезина. И мы разговариваем сейчас о переезде за пределы города и о натуральной пище. Герман Львович, вот насколько мне известно, в Кирове организуется некий подобный проект, так называемая эко-ярмарка, где будут предоставлены им места как частным хозяйством, так и фермерам, так и небольшим колхозам и совхозам. Крестеяне не могут торговать на ярмарке, это невозможно, потому что крестьяне надо же каждый день доить коров, надо еще что-то делать. Выезжать на ярмарку – это не один день. Они готовы к этому привозить, увозить продукцию. Не дело крестьянина, это невозможно. Этим могут заниматься только агрохолдинги. Только или фермеры крупные, которые производят много продукции, много продукции всегда травлены, то есть производятся современными технологиями. На всех ярмарках производится только трава, продается. Крестьянин не может торговать на ярмарке. Никогда не торговал, кстати говоря. Для крестьянина нужно создавать другие условия. Крестьянин нужно, чтобы была оптовая база где-нибудь под городом, где он сразу привозит много, скидывает, сдает, получает свои деньги по ценовой политике для натурального продукта и уезжает, и забыл про это. А дальше торговцы. Лучше всего, да хрен снять с этой маржой, там все равно невозможно, не может торговать крестьянин где-то на ярмарке. Это бред вообще. Бред, придуманный в воспаленном мозгу чиновника или экономиста, которые никогда не были крестьянами. Это невозможно. Потому что каждый день на хозяйстве надо быть. Так вот, нужно создавать ценовой сегмент и создавать оптовую базу отдельную именно для натуральных продуктов. И туда крестьянин должен привозить эти продукты, оттуда забирать торговцы. И это знаете какие торговцы? Не азербайджанцы. Потому что азербайджанцы это турки. А мы сейчас в Турции, у нас военные действия почти уже. И поэтому нам нельзя доверять продовольственную безопасность в руки врага. То есть это другая страна, которая сейчас с нами в состоянии войны практически. Нам надо армян туда запускать. У нас с армянами никогда войн не было. У нас все ровно, хорошо. Они торгуют прекрасно. Русские не умеют торговать. Я вот сам русский, меня проще застрелить, чем заставить торговать там где-нибудь на рынке. А армяне любят торговать. Надо весь этот бизнес азербайджанский передавать армянам. У них вообще это испокон веку торговля. И у нас всегда с ними мирно было все. Они как-никак в Христа веруют, там общее в целом вероисповедание, там все нормально. И у нас всегда были мирные отношения. Отдельные эксцессы были, но это ерунда, ни о чем. Не то, что там войны между странами. А с Турцией мы всю жизнь воюем. Азербайджанцы это турки. Нам зачем это надо? А ваши продукции от того торгуют? Наши торговые продукции, к нам приезжают и забирают продукцию. Прямо покупатели с места. И кроме того, наши дети сейчас создали преступный синдикат, подпольную сеть, торговлю натуральным продуктом в городе Москве. То есть привозятся на секретные квартиры продукты питания. И те, кому мы доверяем покупатели, приезжают на эти продукты, в эти квартиры называют пароль и получают хлеб, мясо, молоко, сыр, натуральные. Потому что сейчас в стране запрещено законом производить и особенно продавать натуральные продукты питания. Это запрещено законом. То есть нужно иметь обязательно справку от ветеринара или еще что-то. А это что означает? Это означает, что скотина должна быть затравлена прививками, инсулинами, гормонами и прочим. А здоровая справка не получит? Здоровая справка не получит. Ни в коем случае. Если не обколот к прививкам, конечно, не получит. Как это возможно? И это закон таков, что разрешена к продаже только отравленная продукция. Такой закон, вдумайтесь. То есть по закону вы обязаны быть отравлены. Вы по закону вообще, у вас варианта другого нет. Но сейчас вот хорошо уже появляются первые такие преступные группы, сообщества, продуктовые фудлегеры. Особенно это молодежь, подростки, которые, несмотря на риск вот такой вот нарушения закона, развозят натуральные продукты и кормят и детей, и взрослых настоящей пищей. И это уже есть, этот тренд уже в Москве есть. И за ними охотится полиция, за них заряжают там всякие ветеринары, но они уходят от погонь, они скрываются, они помогают друг другу, не выдают друг друга. Это интереснейшая деятельность. Герман, можно вернуться на несколько лет назад, 2008 год, когда был так называемый предыдущий кризис, когда у вас был такой грандиозный проект, антикризисный расчетно-торговый центр. Траво-товарный. Да, расчетно-товарный центр. А что не сложилось-то, почему не пошло? Потому что я знаю, многие кировские предприниматели тогда серьезно вкладывали, и мы вкладывали. У нас все сложилось. Я же только что рассказывал. У нас все сложилось. То есть мы выводили бартер через золото. То есть мы начеканили вот эти монетки тогда на госзнаки. И мы этими монетками стали рассчитываться как бартером, потому что золото это товар в стране, а не деньги. И мы стали заключать сделки бартера, когда рухнули рубли, перестали работать банки, давать кредиты. Мы включили золото в оборот. И потом пришли к созданию золотой биржи. И на этом этапе государство нам запретило дальше действовать. Я тогда обанкротил РТЦ. Но государство почему запретило? Потому что оно само взяло это на вооружение. То есть они сказали, все, мальчики, вы свободны. Мы все поняли. И сейчас этим занимаются Путин, Меркель, Обама и прочие государственные деятели. Мы делали это не только в России, а в других странах мира. В Лондоне, в ЮАР, в Швейцарии. Это как нет права, не знаю, отечество. И первому, вот нам запретили сделать биржу золотую, а Китай сделал точно такую золотую биржу. Ездил мой зам, Иван Жизневский, выступал на крупнейшем межпартийном форуме в Китае. Там были наши все приглашены, Грызлов был и прочее. Им никому слова не дали. А Жизневский, мой зам, доклад имел на крупнейшем форуме в Пекине по поводу золотой биржи и расчетов золотом и золотом стандарте. И они в Кунь-Мине сделали Paynesian Gold Exchange, она уже работает. Сейчас в Гонконге делают пару ей. То есть китайцы сделали все то, что запретили сделать нам здесь. И, к сожалению, так бы Россия была первой в этом деле, и расчеты бы шли через Москву, и Москва стала бы финансовым новым центром мира. А так это будет Кунь-Мине и Гонконг. Герман, ну вот помимо золота и помимо меда, какие-то вот еще у вас... Ой, не Гонконг, Шень-Жень, виноват, Шень-Жень. Какие-то еще идеи, что нужно покупать? Продукты питания складировать, то есть вот... Но есть у человека деньги какая-то небольшая сумма? Нет, ну... Сельское хозяйство, то есть ферму построить пока нет денег. Смотрите, золото, во-первых, когда у человека сносить немного денег, но у него не 100 миллионов долларов. Вот здесь от 100 миллионов долларов можно начинать думать о золоте. До 100 миллионов долларов можно расслабиться и думать о других вещах. Есть более активно востребованные вещи в условиях кризиса. Прежде всего это продукты питания. Прежде всего. И спиртные напитки. Настоящие, хорошие, такие как самогон, чача, вина натуральные. То, что долго хранится, десятками лет хранится в правильных условиях хранения. И мед, конечно. И вот эти вещи лучше покупать. Вот лучше купить, если у тебя есть там лишний, не востреб, 800 тысяч рублей, да купи ты гречки. Идиот, какое золото? Это я не вам, идиот, это вообще так образно. Купи гречки и положи у себя в чулане. И все. Там ведь не так много на 800 тысяч гречки, уверяю вас. И эта гречка будет всегда востребована. Ну, железный ящик поставь, пожалуйста. Ну, то есть это для цели... Мы делаем как, мы ставим железные бочки, 200-литровые, и их накрываем жестянками для того, чтобы ничего не мастерить. И там хватает этого, не знаю на сколько. Но вы сами это съедаете? Нет, мы это продаем. Мы это продаем. Мы когда проходит этап кризиса... Во-первых, мы сами подстраковыми съедаем. У нас всегда такой запас продуктов, что нам все эти кризисы по барабанам, по большому счету. У нас только на развлечения иногда не хватает денег. Там новую машину купить или еще чего. А так у нас продуктов питания всегда валов. Мы когда кушаем, вообще я иногда кушаю, сидят там дети, гости за столом. Мы кушаем завтрак, обед, ужин. Я думаю, сколько же надо денег каким-нибудь богатеям в Москве, чтобы купить такие завтраки, обеды и ужины. Это мало того, сколько надо денег. Сколько бы не было, они их нигде не купят там. Там негде их купить. А сейчас на Рублевке, фермерские, рестораны... Ну вот, фермерские, про фермеров я вам уже рассказывал. А вы не работаете с ними? Нет, нет. Потому что наши продукты натуральные и очень дорогие. А любой дорогой ресторан покупает как можно дешевле. И у фермеров тоже. Вот ту самую траву, о которой я говорил, химическую, фермерскую. Потому что чем дороже ресторан, тем больше надо платить красивым девочкам-официантам. Тем больше надо платить за мраморные колонны. Это очень дорогая аренда на Рублевке. И поэтому чем дороже ресторан, тем хуже продукты. Шеф-повар должен быть дорогой, чтобы за этих плохих продуктов что-то сместерить. Понимаете? Поэтому это вообще обман для дурачков. Они не покупают натуральные продукты, и они сразу разорятся. Любой дорогой ресторан сразу разорится. Если будет выкупать, то здесь сразу дороже продукт, чем он сейчас покупает. Парашу всякую. Для дорогих гостей. Смотрите, вы продаете хлеб в 500 рублей, да, по-моему? 550. 550, цена поднялась. Не, не поднялась, она и была. 550 цена. Но по такой цене я допускаю, что в Москве у вас этот хлеб разбирают. Но в Кирове это все же цена... А мы, знаете, сколько производим этого хлеба? Мы производим сейчас 100 буханов-гудей. Его у нас и в Москве разбирают, и никому не хватает. И в Кирове 100 семей бы нашлось, у которых деньги есть, которые разбирают. 100% и больше бы нашлось. Вы думаете, в Кирове у вас нет богатых людей-то? Есть. Люди есть, но люди, может быть, не готовы платить. Нет, есть богатые люди-дебилы, таких тоже много. А есть богатые люди-умные, такие, кои попадаются. Вот они покупают настоящий хлеб для своих детей. Чего им 550 рублей-то? Тихо вообще, ни о чем. Багир, что это для тебя пиццы? Я вообще зам пеку колобки. Вы уже видите, богатый человек пекет колобки. А где вы берете букву? Мне же сказали, реклама быть не должна. Реклама быть не должна, запретили реклама. Да, серьезно, колобок спекли. У меня даже фотографии выложены где-то, так сказать, или... Это правда. Если серьезно говорить, вы зря обращаете внимание на цену. Это напрасно совершенно. Сколько стоит, посчитайте, сколько стоит химиотерапия в хорошем центре. После того, как ваши дети, не дай бог, заболеют раком от дрожжевого хлеба, который вы жрете, им даете. Вот самое страшное. И у вас сразу будет 550 рублей очень дешево. Бесплатно практически. Но болезни были всегда. Никогда этих болезней не было, это ложь. Раньше была чума, была холера. Я вам рассказываю. Если ссылаюсь на источник, лицевой летописный свод 16 век, который описывает всю историю человечества, по западным летописцам, по Вергилию, по Иосифу Флавию, по всем странам, римским, там и так далее. Никогда болезней, которые сейчас есть, такие как рак, диабет, аллергии, не было. Не существовало. Никто о них никогда не слыхал. Это отравление современными продуктами. То, чем вы кормитесь. За дешевые денежки. А потом дорого лечитесь. А потом мучительно умираете. Что касается чумы и холера, это происходило всегда, разово, когда впадали страны или целые континенты в ереси. Вот вам не нравится, когда вас Бог наказывает. А когда ученые вас травят миллиардами, вам нравится. Вы что, садмазохисты? Ну, ученые же тоже не сами по себе. То есть над ними стоит бизнес, над ними стоит политики. Над ними стоит дьявол. А бизнес и политики выполняют вводные ученых. Потому что именно ученые придумывают все то, над чем потом работают политики и бизнес. Ученые придумывают новое оружие. Ученые придумывают новые системы связи, ученые придумывают новые типы продуктозаменителей, и это все отработает политика и бизнес как исполнители ученых. Ни один политик ничего не придумал. Как может политик придумать атомную бомбу? Это невозможно, ему даже вообще представить, что такое может быть. Это только ученые могут придумать драгоценную. Как может политик придумать ароматизаторы там для хлеба искусственные? Да никак, это невозможно. Или бизнесмен. Политики и бизнесмены это мальчики на побегушках ученых. Знаете, как Курчатов разговаривал, ой, виноват, Капица разговаривал с Берией. Когда Берия позволил себе, всесильный тогда Берия позволил себе повысить на него голос. Он сказал, ты забыл с кем разговариваешь, перед тобой физик, встань и разговаривай стоя. И Берия смолчал. Это реальная власть. Или когда тот же Капица приходил к Сталину, это все исторические документы, протоколы, подскреповские в том числе, и публично говорил, что у нас забрал, по-моему, Ландау или еще кого-то, Берия. Он говорит, в чем дело, Лаврентий? Он говорит, ну что, он уличен в шпионаже. Причем это совершенно реальные вещи, потому что ученые постоянно занимались обменом информации, это всегда шпионаж. Уличен в шпионаже. Капица говорит, он мне нужен. Берия говорит, Иосиф Виссарионович, он уже осужден, уже суд был, он уже на этапе. Капица говорит, он мне нужен. Сталин говорит, Лаврентий, ты не слышишь, отдай человека. Вот у кого реальная власть? Но до сих пор наши болваны этого не понимают. Кто рулит? Рулят слуги дьявола, проклятые колдуны ученые. У политиков второй номер, у бизнесменов третий. Это был наш разговор с Германом Стерлиговым о бизнесе и политике, который, по его мнению, от дьявола. Это программа «Свои пять копеек». Ольга Болезина, Константин Кропанев и в студии у нас был еще Кировский предприниматель. До свидания. Багир Хаипов. До свидания. Всего доброго.